Около миллиона человек без света, порядка двух миллионов, получили рекомендации покинуть свои дома. Тысячи авиарейсов отменены. Все это о ситуации в американском штате Флорида, до которого добрался ураган Мэтью, самый сильный в Атлантике за последнее десятилетие. Пока обходится без серьезных разрушений, но проблем и без них хватает. Есть даже жертвы. Местные видеоблогеры рассказывают о ситуации с помощью роликов своего авторства. Жилые кварталы и коттеджные поселки залиты водой, так что пешком по ним не пройдешь. Флоридсов спасло еще и то, что многие из них к визиту Мэтью подготовились заранее. Закупились продуктами и питьевой водой, поэтому теперь могут вообще не выходить на улицы. Хотя кое-кто решил не отсиживаться в безопасности и выбрался наружу прямо во время шторма. В итоге увидел поваленный забор и развивающийся на ветру крона деревьев. Ну а настоящим героем соцсетей уже стал студент колледжа, который решил встретить шторм лицом к лицу. Зачем-то разделся до нижнего белья, схватил флаг США и устроил что-то вроде уличного танца. Видимо, смельчак вообразил себя на рок-концерте. А в Гаите, где Мэтью бушевал на прошлой неделе, сейчас подсчитывает ущерб. Спровоцированные ураганом наводнения в большинстве регионов уже отступили. Но, судя по кадрам, снятым с беспилотника, местным жителям от этого не легче. Шторм практически уничтожил небольшой город, так что без крыш над головой остались тысячи человек. Не менее шокирующим получилось и другое видео из населенных пунктов, переживших удар стихии. Тут и разрушенные дома, и поломанные деревья, и заваленные мусором улицы. А кое-где до сих пор серьезное затопление. И, как следствие, сильнейшая антисанитария. В частности, остается очень высоким риск заболеть холерой.